Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео я расскажу вам про джедая. Я вот только что поиграл на нём, потестил, поиграл и против него, и на нём. Так сказать, видео будет по горячим следам. Честно признаться, я его в ангар себе не заполучил, но как бы 15 тысяч голды за прем-танк третьего уровня, это 3300 рублей. За эти деньги можно купить две восьмёрки хороших, либо же, не знаю, либо же купить восьмой, седьмой, шестой уровень, даже так. Но по некоторым связям, так сказать, мне удалось на нём поиграть. Ну, не сказать, чтобы я прям вот вообще разочаровался, нет. Это видео будет как бы и для гайда, и вообще, я и давным-давным-давным-давно играл на нём. Ну, тогда я очень вообще кривой был, да и сейчас как бы не особо лучше, но хоть как-то чуть-чуть начал разбираться. Тогда, да, джедай вообще ломил всех, абсолютно всех. Но сейчас, когда вышли всякие ФЦМ ПАК-40, не знаю, другие ПТшки вроде Мардера, потом американская как-то её там М56, СУ-76М советская. ПТ просто вообще жёстко расстреливает. Да даже вот танк, который у меня в ангаре есть, панзерковый Фаген С-35-739Ф, на голде пробивает. Т-127 также. Короче, все те игроки, которые играют против нас, они уже подсознательно понимают то, что на основных снарядах там во лбу 80 мм не пробиваем, заряжаем голду и пробивает. То есть это вот точно такая же история, как с Маусом. Поэтому первое сказать, чтобы я вот прям жёсткую какую-то броню на этом танке, ну, нету такого, что ощутил. Да, он танкует пулемётчиков, он танкует неопытных игроков, но уже большинство, кстати, вот картошка, она так взбудоражила песочницу, и с экстона раздавали, ФЦМ ПАК-40, джедай, я думаю, то, что ещё какие-то танки будут продавать в песочнице. И вот на третьих уровнях действительно вот ожило, то есть ожило, точнее, прошу прощения, там пошла движуха какая-то, все начали играть, все начали, не знаю, там какие-то медальки брать. О, джедаев много нужно на арте, о, там, ФЦМ ПАК-40 много нужно на другом танке или на той же арте, чтобы поубивать. То есть там, ну, как бы свои такие мутки появились. По орудию. Орудие слишком сильно в минус уходит. Чтобы вы понимали, на основных снарядах бронепробитие 23, на первом уровне выше. Голдой 46. Ребят, у большинства троек, у большинства, большинства, практически у всех, бронепробитие где-то 50, там, и 45, здесь 46 только на голде. То есть то, что мы имеем на голде, мы имеем практически на всех остальных тройках, на основных снарядах. Вот та же арта, которую недавно раздавали, Сексон-1, у нее во лбу, там, 50-50 миллиметров. То есть на голде джедай вообще не каждым выстрелом вас будет пробивать. То есть если он хотя бы пол барабана в вас реализует, если вы будете лбом стоять, это хорошо. Ну и как арта, вот я играл, как арта не любит. Ой-ой-ой, ну точнее любит, я имею ввиду. Как она накидывает, тот же Секстон. Су-26 постоянно кидает, очень быстро. М-7. Кто там, Лоррейн, потом с... кто там еще кидает. Блин, вот арта меня одна замучила. Великобританская, вот честно забыл. Как ее на Б звали? Вот напишите в комментарии, честно забыл. Это Бигсон, как-то, как-то короче вот так. Но я особо по песочнице не спец. Но вообще, то есть арта, прям это самый главный наш враг. И ПТ-хи, все. То есть нас все пробивают. Поэтому по факту, вот такие бои затаскивать, не знаю, как у Амбэя на стриме, когда он делал, оставался один и тащил. Мне кажется, теперь многие эту фишку порхавали, будут пытаться. Но сказать, что вот рандом на третьем уровне разрушен, нет. Нет. Все так же играют и на ФЦМ ПАК 40, на той же арте, вот на Джедаи 5000 копий. Со временем все это утихнет. Все так же и играется. Вот честно. Нет такого то, что вот все, рандому хана. Вот сколько завезли ФЦМ ПАК 40, и что, вот что, как баланс поменялся на третьем уровне. Я как играл, я бывает за большую сессию, там, боев где-то 5, может 3, сыграю в песочнице. Просто расслабиться. Ничего, ребят, не поменялось, честно. Как я раньше играл, как сейчас, вот одно и то же. Ну, как бы это... В общем, что говорят джедаи. 15000 голды за прем-танк третьего уровня, какой бы он имбовый не был, мне кажется, не стоит. Но здесь есть две стороны. И я согласен как с одним лагерем игроков, так и с другим. Первое, считаю то, что слишком дорого. Ну, да, как бы 3300 отдавать, это жестко. Но, с другой стороны, многие игроки, которые нафармили, там, не знаю, на ГК, еще как-то заклановую движуху получили. И у них просто там, может быть, с коробок новогодних осталось. Потому что, ну, дофига людей, просто очень много людей нафармили. И вот не сказать, что бы вот прям вообще дорого. Большинство он 5000 купило. Я уверен, что если было бы их там 1020 и 20 тысяч купило. Конечно, немногие игроки обладают такими финансами, я имею в виду, в нашей игре. Но все равно, с другой стороны, если у вас там много премов, на что тратить голду? Ну, как бы вот и весь вопрос. На что голду тратить? Те игроки, у которых нету прем-танков, конечно, для них это жестко. Но, с другой стороны, вот у меня есть и защитник, и Крайслер. И АМХ Канады Сауд 105, и Тай 59, и Скорпион. И АМХ 1357 Гранд Финальный. Короче, чего только нету в ангаре. Было бы у меня 15 тысяч голды, я бы купил джедая. То есть, я не вижу, на что можно потратить голду, покупая какие-то внутриигровые премы. То есть, ну, по факту, там нету вот прям такого жесткого, интересного танка. Ну, может быть, там WZ-121 GFT, но он уже реально устаревает. Ну, устаревает, как бы вообще не тащит. Поэтому, я считаю то, что 15 тысяч голды за данный танк, это норм. С другой стороны, без разницы, если бы он там даже 500 тысяч стоил, стоил бы этот танк, и было 5000 копий. В рандоме бы ничего ровным счетом не поменялось. С другой стороны, следует осознавать то, что теперь на джедае вообще будут жесткие показатели. Он и так по проценту побед самый высокий, 67. Следующий идет Су-76 и на ней 61. То есть, 6% разницы. И этим танком теперь завладеют, ну, реально только имбовые, хорошие игроки. По факту, 15 тысяч обычный игрок не будет носить. Ну, есть, конечно, исключения. Его купят те игроки, которые играют на ГК, потому что голда у них есть. Это ГКшные игроки. На ГК играют, ну, более-менее неплохие игроки, потому что у них есть голда с ГК. То есть, это все сопоставлено и логично. И по факту, этот танк сейчас купили только самые вот хорошие игроки. Да, там, может быть, процентов 10-15 будет не очень. Но остальные, остальные игроки купили хорошие, со скиллом. И теперь, вот, играть против джедаев будет еще сложнее. По факту сказать то, что они будут гнуть рандом, нет. Мне просто интересно, буду в статистику заглядывать. Кстати, тоже можете сделать. Вон, на сайт КТТ зайдите или на ВотНьюз. Все смотрите, там, также можно все прослеживать. Я не думаю, что что-то сломается. 5 тысяч копий, это не так уж и большое, небольшое количество. ПТ против вас хорошо играет. Поэтому сказать, что вот все, джедай разорвет рандом, нет. Что касается его ТТХ, я уже сказал. Орудие, да, оно там и сводится быстро. Но точность не самая хорошая. Барабан быстро перезаряжается. Вроде бы и ДПМ хороший. Но бронепробития, ну, катастрофически не хватает. И снаряда вроде бы 400. Все. Вниз пушка хорошо опускается. То есть, он хорош. По броне тоже хорош. Там какие-нибудь нижние листы. Он все-таки квадратный такой. Все прямо, но где-то миллиметры чуть побольше, чем 80. Но удильная мощность 8,94. Пускай 9. Максималка 31. Очень долго. Мы набираем долго. Разворачиваемся долго. И вот с этим, как бы, играть не очень. То есть, что на основных, что на голдовых снарядах вообще. Жесть. А попадая против, не знаю, там, какой-нибудь Матильды на четвертом уровне. Или Панзеркауфаген БД-2 740. Все. Просто смиритесь с тем, что вас сейчас разобьют. Динамика. Ну и, кстати, вот, что тоже не очень хорошее, это экипаж. Три человека. Это прям мало. Вот кого-то контузят. Все это жестко. Ну, хотя, кого-то на джедаи могут контузить. Это, как бы, не особо картонный танк. Если вас начали пробивать, то, как следствие, вы особо долго не сыграете. А что на данный танк ставите? Те, кто купили, обязательно сюда ставить вентиль. Я советую противосколочный подбой ставить, потому что некоторые могут на фугасах. Да, и арта будет фугасами. И, скорее всего, нужно сюда поставить ящик с инструментами, потому что вам постоянно будут сбивать гуслю. Нужно быстрее чиниться, и, как бы, это для вас будет норм. Можно, конечно, и оптику поставить, подсвечивать. Но, как правило, вы медленные, и особо светить там никого не будете. Поэтому ящик с инструментами сюда вот более, так сказать, уместный будет. Вот и все. Если вы хотели, хотели давно-давно себе джедаи и не смогли купить, ну, что я могу сказать? Да, можно разочароваться. Но, с другой стороны, те, кто хотели, за хоть там 15 тысяч голды, хоть сколько стоит, они купили. У меня есть два знакомых, которые занесли. Занесли по 3 тысячи рублей и купили этот танк. Это жестко. То есть, это жестко реально, но что? Это черный рынок. По факту так и должно быть. Не должно быть никакой халявы. Интересно, конечно, что еще будет. По-любому, гусь, мне кажется, Е25 за голду ведут. Там жесткая вообще цена, наверное, на Е25 будет. Что можно еще ввести? В вафлю вот многие насчет вафли спорят. Это интересный вариант, но тоже много будет серебра. По факту, я думаю, что, может, куплю какой-нибудь еще там песочный танчик какой-нибудь. Может быть, прем 8 уровня. Я бы хотел себе про джеда. Но посмотрим, как будет. Посмотрим пока. Не знаю. На сегодня, ребят, у меня, в принципе, все. Я надеюсь, вам видео было полезно. Мои соображения вам понравились. Как бы, вот это по факту то, как сейчас играется джедай. Он не супер им будет, но в некоторых, конечно, в большинстве бэх он может показывать просто фантастические результаты. И, как следствие, медальки Колобанова, конечно, на нем фармятся. Вот и все. Вот так вот. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, ребят, подпишитесь на мой канал. Всего лишь один клик на группу ВКонтакте. Тут уж по желанию, как хотите. Там все новости выходят. Колокольчик. Дизлайк. Там лайк. И комментарий, конечно же. Все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok